Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Озвучиваем то, что у нас на сайте вопросы. Вопрос 3271, 18-й том, открытым оком. Если незнакомому с учением обливанцев и вановца попадет в руки их литература, то может ли христианин совратиться вследу их? Ответ. Только уж совсем сумасшедший может принять за истину сумбурное бормотание этого лживого старика Порфирия. Приведу для доказательства несколько выдержек из разных источников, даже не указывая авторов, мирян и священников. Американцы даже утверждали, что в Чечне и в Приморье специально проводили опыты по оздоровлению, по слиянию с природой на морозе по методу Иванова, и что этот метод государство взяло на вооружение, чтобы не отапливать квартиры и не кормить народ. Чтобы я учился опознавать природу, так как ее надо любить, хранить, как свое такое живое, энергичное надо людям показать, а от чужого отказаться. Правда, гораздо чаще природа бессовестно обманывала Бога Земли. Так, помимо ложных метеорологических предсказаний, она несколько раз настойчиво поведала ему, что Брежнев умрет в 1980-м, а в 1983-м году начнется Третья мировая война. Китай нападет на Индию, а в СССР вступится за последнюю. Москва и Киев будут уничтожены, лишь хутор верхней Кондрючей останется невредимым. В 1987-м году Калифорнию смоет в океан, а в 1989-м году мое состояние здоровья будет признано всеми. Сегодня вы меня не признаете, а признаете в 1989-м году. Это точно говорит природа. Я буду признан всеми людьми мира. А когда заговорят об этом люди всего мира, то тогда станет на арену для всех нас бессмертие. Это будет и обязательно будет. Человек родил солнышко, и в жизни ему стал верить как Богу, выше от себя. А Иванов независимый, он Бог природы, он человек жизни, он сохранитель всему делу. И вот пришел на землю Паршек, победитель природы, учитель народа, Бог земли. Он своим незащищенным телом, голый и босой, проложил новый небывалый путь в природе. Господь явился показаться во плоти, как это было написано в предковых книгах. Я заставил себя представить в двух бакинских церквях. В маленькую, где служил священник, я заходил не помолиться, как молятся все. Стараются у Бога откупиться своими деньгами. Я туда зашел хозяйничать. На середину встал один такой, как меня, такого первого человека, не пропустить в такое церковное место, где бывают все люди грешные. А праведник я был один перед всеми, стоял без одежды. В это время тарелка с деньгами шла, на нее клали деньги грешники, а я, праведный, хотел ими воспользоваться. Я встал на возвышенность от народа, на условия клироса, где певчие поют. Я сосредотачиваюсь по их молчанию, чего любо людям рассказать. Сказать. Сказать. У меня было, что им за этой беседой стоять и видеть перед собой истину, человека такого, как были все одетые. Иванов раздет стоял перед всеми, ибо епископ должен другую обедню людям служить. А я, Иванов, в эту тихую минуту сказал. Мои овцы, не выходите из храма, я буду с вами говорить. Знаете, что епископ на все это сделал? На меня, как на сатану, с крестом закричал, и своим подчиненным закричал. Говорит. Выведите его, этого сатану, пусть нас не смущает. В этих словах, наверное, явственнее всего проявляется болезненное душевное состояние Иванова, вызванное его манией величия. Иванов писал о Христе. Приходил от Бога такой Сын, Иисус Христос, которому удавалось природою бедным помогать. Он был по этой части воин, без всякого оружия он ввел за собою бедных. Это правда. Независимая сторона, в которой люди все знали, что она нехорошая есть в жизни, плохая и холодная в живом человеческом теле. Я за его любовь ко мне, я ему верю и помогу во всем, везде и правильно, везде и всюду. Чего он попросит, то я ему дам через любовь его. Люди, обиженные ему, как Богу, верят индивидуально, а получают реально. Реально, реально. Люди не знают, зачем я пришел. Зачем меня природа такого родила, урода, отшельника Иисуса, самородка Учителя. Бог со своим стоит на очереди. На это он есть Бог во всех этих людях. Он пришел для спасения всего мира. Кто в моей идее возразит, если она спасет все на земной коре человечества? Он, этому всему, есть Бог земли, хозяин природы, отец жизни. А то он о себе говорит. Моя мысль летит, ведет больше от этого сделать. Я не ходил разувшись, я пошел, я не ходил по воде, пойду, а в атмосфере полечу физически. А вот духа не ввел. Здоровое тело, здоровый дух. Это можно сказать по истории. Бог, отец, это человек. Бог, сын, это вся сделанная техника. А Бог, дух, чистое живот, живое тело самого Иванова. Самодержавие царя первого человека, а социализм это второй человек. Третье это будет эволюция. Здоровое тело, здоровый в нем дух. Люди будут его знать. Идет предрешающая сторона небывалого характера, эволюционная Бога, Духа Святого. Вот чего Паршик осоздал. Святого Духа жизнь. Если бы не она, не природа, Паршик ничего бы не знал. Конец пришел от Духу и Сыну, их такое дело. А Духу Святому только есть первое начало, умелое эволюционное дело. Только оно начинается у Бога, Духа Святого. Это его начало. 25 апреля 1979 года. Отец и Сын в жизни своей без Духа жили. Им природа не помогала, а мешала своим путем. Вслед за двумя идет эволюция Святого Духа. Она никогда не была на белом свете. Паршик взял на себя... Нет, Святого Духа, Даша. Что заставит человека отказаться от всего этого? А что заставит человека отказаться от всего этого? Прыгаешь. Она никогда не была на белом свете. Не была. Не была. Не была. Паршик взял на себя всю инициативу нашей жизни. Это некто такой есть в жизни. Паршик есть в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Но и я не Отец и не Сын, а Дух всего мира. Люди меня признают. На всей земле об этом заговорят. Признают. Не признают, а признают. Признают. Таким же Иванов все-таки считал себя отцом, сыном, духом, всеми вместе? Или никем из них? И господином? Кажется, он сам так и не уяснил для себя этого вопроса. Его мани и величия, непомерной завистливости и гордыни, всего казалось мало. Мы будем все богами из-за дела, а он нас приведет к порядку. Мы все как один будем любить природу и хранить ее как око. Мы будем боги жизни. Эта закалка-тренировка, она восторжествует и будет с нами жить. Из текста Порфирь Иванова «Мой подарок молодежи» 1983 года, 2 февраля, учитель Иванов. Порфирь Иванов родился в 1898 году под Луганском. В одно время работал шахтером. Религиозностью и благочестием не отличался. 25 апреля 1933 года на Чивильском бугре на него нашло какое-то «озарение». С этого времени последователи ведут начало его «избранничеству». Нетрудно увидеть, что основатель движения был в самой крайней степени прелестей и все «силы» черпал из темного демонического источника. Черпал, главное. Ну, черпал. Черпал. Лучше всего это показывают его тексты. Не хочется тиражировать эту ересь, но, пожалуй, это самый лучший способ помочь заблуждающимся убедиться в пагубной опасности его идей. «Я ему, человеку, прежнее здоровье вернул назад. За это вот и стал между вами в славе мое тело, это ваше тело. И не было еще в природе такой жизни, которая бы не приходила, приходила в этом. Тот, которому приходилось в этом не доделать своего дела, он умер и его не стало. Он его не закончил, а у нас, у недавно зародившихся людей, оно только начинается. Мы этим окружились, у нас родилось терпение, нас всех научил этому учитель». Так себя называет Порфирь Иванов. «Ему природа подсказала, он и теперь нас учит. А мы ученики его, новые, небывалые, которые не делают того, что делают все люди, которым приходилось начинать все самим, а чтобы бросить все это, у них смелости не хватило. Раз взялись, надо делать. Все живущие на белом свете, все стоят в очереди и ждут своего дня. Они в нем крепко заболеют и умрут на веки веков, как умирали до них. Именно поэтому для нас сейчас истинная наука является закалкой во всех качествах природы, обращенных к нам. Именно этому и учит нас учитель. «Он трудится для всего мира людского. Филиппины своими руками разрезают тело, а учитель дает покой всему телу». Наверное, хилер филиппинский, я так понял. «И это все сделала вежливая просьба. Она врага убила. Природа нам на эти все дела прислала своего такого человека, жизнерадостного, с мыслью и сделав всей вселенной природе. Его тело пришло к прошлому, к начальному. Я есть паршек всему этому делу. Мне доверилась природа. Она осветила меня этим. Я в этом деле есть Бог. Ему как таковому... Где? Вот вверху. Ему как таковому нужно верить. Нужно верить. Он пришел к нам с востока и про все это нам говорит. Да, да, этому придет конец. За все нами сделанное он нас осудит. Сквозь весь этот сумбур упорно пробивается мысль о себе, как об учителе всех людей. Он называет себя создателем нового учения, которое избавит людей от болезней и смерти. Парфир Иванов умер в 1983 году. И они его не хоронили, положили на завалинку и поливали холодной водой несколько дней. Думали, оживет. Демоническая природа всех духовных подмен хорошо изучена святыми отцами. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит. Труден выход из самообольщения. У дверей стоит стража. Двери заперты тяжеловесными крепкими замками и затворами. Приложена к ним печать бездны. У находящегося в состоянии самообольщения полностью искажается сознание. Он готов принять любую фантастическую мысль, если она согласуется с его самооценкой. Уже учение Парфир Иванова и его последователь несовместимо с христианством. Даже частичное исследование ему вводит человека в гибельную область духа лжи, из которой выйти бывает очень трудно. Полусумасшедший создатель теории закаливания, ходивший зимой и летом в одних черных трусах, Иванов считал себя живым богом и проповедовал теорию автотрофного человека, свободного от отребности в еде и одежде. Крейн, конечно, использует неподлинное описание, кавычках, самого Иванова, которое почти невозможно адекватно перевести на английский. Потому что даже по-русски трудно понять, например, такую цитату Иванова. Мы должны за это дело узяться всеми общими силами, и, может быть, мы не это раскроем у природы, чего нам нашел Иванов. У него смысл не такая, как у нас с вами. Но, как выяснилось, для того, чтобы оздоравливаться, оказывается, недостаточно просто в холодную воду прыгать, а надо еще всякие заклинательные слова произносить. И вот последователи Парфир Иванова все больше и больше обожествляют основателя своей группы. Да и самому ему все больше и больше нравится изображать из себя Бога. Под конец он уже просто заявлял о том, что он это такой брат Иисуса Христа, что в нем живет Святой Дух, и что вообще, говоря, молитвы доходят до Бога только тогда, когда они идут через Парфирия Иванова. Сторонники, кавычках, нехристианского истолкования во зрении Иванова объявляют его учение о кавычках веры Третьего Завета, Завета Святого Духа или Второго Пришествия Христа. На этом основании они считают Иванова возвратившимся Христом, в котором поплатился Святой Дух. Однако, сам Паршик утверждал, что Отец и Сын уже реализовали себя. А Третьему Духу Святому это еще предстоит. Святому Духу отводится ключевая руль о появлении нового человека. Но это не Святой Дух Евангелия, а некая космическая энергия, о которой Иванов пишет. Эволюция не признает ни отца, ни сына, у нее Дух Святой, у нее азот. А человек этому принадлежит. Пахать и сеть мы не будем, добывать уголь, газ, руду не будем. Есть, пить, спать, одеваться и жить в доме не будем. Ни деньги, ни имущество, ничто не спасет человека. Это утопическое общество не должно иметь никаких государственных, общественных, научных, образовательных и культурных учреждений. Воплотить в жизнь эти идеи предполагалось в общении на Чувилкином бугре, где в условиях, кавычка, естественного состояния должны быть решены основные антологические проблемы человека, избавление от болезни и смерти. Ответ с позиции христианства. Первое. Главная особенность системы Иванова – в ней нет места Христу. Это место занято Ивановым. Другой ее особенностью является учение о возможности обрести физическое бессмертие собственными силами и заслугами перед природой и паршиком. Согласно же христианскому вероучению, спасение от власти греха и смерти совершается крестными страданиями Господа Иисуса Христа, Матфея и Иоанна Христа. При этом уничтожается и жалость смерти грех, причина физической и духовной смерти. Второе. Паршик отрицает бессмертие человеческой души. Но Священное Писание утверждает обратное. Тленному надлежит облечься в нетление и смертному сему облечься в бессмертие. Третье. Ивановцы ожидают обрести бессмертие в физическом теле, здесь, на земле, посредством непрерывных занятий закалкой-тренировкой. Христианин же не связывает свое спасение и вечную жизнь с зараженным грехом миром, а ожидает обрести их в Царстве Небесном. Итак, вы возлюбленные, будучи предваренные всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Понятно, вот сам речь, все, говорит. И у нас же приехала потерявка, поселилась кандидат медицинских наук, Ивановка. Она не покаялась в этом, у нее все сумбурно пошло, как будто она пятиклассница какая. Обозлила, для того злобное сделалась, она выехала и пошла к старобряцам. Если такой непримиримый дух, то только к старобряцам идти. И она пришла туда, ее приняли, у нее все нормально, она успокоилась. Это своя среда свирепости. Вот так, отдохни маленько.